МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АРДИО ПЕТЁРКА! АПЛОДИСМЕНТЫ Завершающая игра нашей региональной серии, завершающая перед финалом. Кого только не было у нас здесь. Здесь и Мозель, и Светлогорск, и Рогачев, и Довск. Сейчас у нас совершенно новые лица, совершенно необработанные, неограненные алмазы, еще не найденные, неотлитые золотые самородки. Слева от меня в красных шарфах команда Александра Репникова, представляющая школу Новой Гуты. Новой Гуты, Гомельский район. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня Волосовическая школа Октябрьского района. Валерия Тукач, капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Новой Гуте ребята занимаются не только интеллектуальными играми, они еще под водительством Людмилы Александровны Седой занимаются в клубе ЮНЕСКО Орден защиты прав ребенка. Вот они какие. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что, новогутские защитники. Итак, Волосовичи, занимается с ними тоже Людмила, но уже Николаевна, и фамилия ее Стукач. Ну, а сама Людмила Николаевна, чех скромная, но она благодарит директора школы Александра Анатольевича Шульца и начальника отдела образования Марии Михайловну Бабинич за помощь в организации приезда и участия в «Эрудит-пятерке». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и раз уж речь зашла о благодарностях, я не устаю, и все зрители, и все участники не устают, благодарить телерадиокомпанию «Гомель» и «Гомельский областполком», благодаря которым, собственно, и существует уже восьмой сезон наша уникальнейшая виктория для школьников «Эрудит-пятерка». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, ваша задача набрать как можно больше очков, потому что в финал, который вот-вот, выйдут команды, имеющие максимальную цифирь в памяти нашего компьютера. И начнем мы с Александры Репниковой, капитана новогудской команды. Саша, кого вы отправляете на блеф-игру, на нашу донетку? На блеф-игру мы отправляем Филиппа. Филипп, готовьтесь. Валерия Тукач, капитан синих. Лера, кого? Я отправляю Владу. Итак, вперед, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, тут все очень просто. Ответить «да» или ответить «нет». Угадать, прав я или вас обманываю. Итак, начнем. Видите ли вы, что символом мудрой богини Афины была сова? Фальстарт. У вас будто так строго за этим следит наша электронная судья. Прошу. Да, это верно. Да, это верно, конечно, не торопитесь, не торопитесь. Первые пять очков заработал для своей команды. Верите ли вы, что фильм «Доживем до понедельника» рассказывает о буднях советской школы? Прошу? Да. Великолепный фильм с Вячеславом Тихоном, фильм Ростоцкого. Очень чудный фильм, посмотрите, если будет время. Идем. Верите ли вы, что биатлонисты стреляют из крупнокалиберных винтовок? Прошу. Нет. Нет, конечно, у них мелкашки, браво. Смотрите наш одной биатлон. Отлично. Верите ли вы, что Эркюль Пуаро из романов «Агаты Кристи» экстрасенс? Прошу? Да. Да нет, он простой детектив, простой бельгийский детектив. Ну, а то, что у него серые клеточки работают так, что любые экстрасенсы позавидуют, это уже его личная проблема. Играем. Верите ли вы, что на флаге Швеции крест желтого цвета? Прошу. Нет. То что же вы, синее поле, желтый крест, вот как раз шведский флаг, теперь вы это знаете, теперь это вспомнили. Итак, после блеф игры, 5-10, впереди синяя команда Валерии Тукач. Играем. Ну, а теперь наша основная игра, дуэль-игра, в которой каждый попробует свои силы. Дуэль-игра темы, внимание. Первый бой, великий и могучий, тема о русском языке. Второй бой, 20-й век, историческая тема. Третий бой, любимцы мус. Четвертый бой о спорт. И пятый бой, изобретение и изобретатель. Теперь у вас 5 секунд, чтобы решить, Тукач. И тема на себя готов взять, вперед! Решились. Прекрасно. Итак, великий и могучий, языковая тема. Александра, кто в бою? Пойду я. Прекрасно. Вы часом не олимпиадница. А по какому предмету? По математике. Вот и интересно, когда математик идет отвечать о великом и могучем. Посмотрим. Валерия, кто у вас? Я отправляю Анастасию. Итак, Александра против Анастасии. Вперед! Внимание! Великий и могучий. Таким по цели высказывания является предложение «Горят очи его соколиные». Да? Повествовать. Конечно, все очень просто. Пять очков. Браво. Играем. С этим звуком чередуется звук «Г» в словах, однокоренных к существительному флаг. Прошу. «К». «К». Интересно. Может, вы, Саша? Нет. «Флаг», «фла», «жок», «флаг», «флажный» и так далее. «Г» же очередуется. Играем. Такое окончание в родительном падеже множественного числа. «А» у существительного «дача». Прошу. «Ам». «Ам». Это не окончание, наверное. Прошу вас. «А». «А». Так. Ставим «дачу» в множественное число. «Дачи». Играем. «Дача». 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 «Какое окончание?» «Нулевое, конечно же». «Вот все просто. Играем». «Столько корней в слове «безвозмездный».» «Один». «Безвоз...» «Да-да-да-да-да-да-да-да». «Мзда» там корень, конечно. «Мзды». «Да, один корень единственный». «Браво, Саша». Слово «в этом падеже» должно следовать за глаголом «удивляться». Удивляться. Обычно «удивляться». Да, Саша? «Дачи». «Дачи». «Удивляться чему?» Да, «Дачи». «Дачи». «Браво». «После «Великого и Могучего», на котором так классно отыграла Александра Репника, капитан команды «Новой Гуты», еще становится «20-10», и «Новая Гута» выходит вперед. Следующий, бывает. Итак, Гомельский район против Октябрьского. «Новая Гута» против Волосовичей. Итак, внимание, 20-й век, второй бой. Историческая тема. Саша, кто? У нас пойдет Филипп. Филипп. Это второй его выход и последний. А Валерия? Пойду я. Итак, Филипп против Валерии. Вперед! «20-й век, история 20-го века». Начнем. «Выстрелы Гаврилы Принципа в 1914 году стали поводом к ней». Да. К Первой мировой войне. «Блестящий ответ Лера». «Эта северная страна получила независимость от России в 1917 году». Прошу. «Финляндия». «Блестящая». «Целеноград» в 20-м веке стал Астаной, столицей независимого республика. Да. Казахстан. Казахстан, конечно, вы правы. Этот британский премьер-министр участвовал в переговорах Большой Тройки в Ялте. Да. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль, да, вы правы. И заканчиваем. Эту балканскую страну в 1999-м безнаказанно бомбила авиация НАТО. Да. Югославия. Отличное знание истории 20-го века. Браво, Валерия. И вот так она выдернула свою команду на полкорпуса. Вперед 30-25. Впереди активский район. Играем. Любимцы Муз. Любимцы Муз. Александра, кто у вас близок к искусству? Близок к искусству у нас Яков. Яша, хорошо. А у Валерии? А у нас Илону. Итак, Яков против Илоны. Вперед! Итак, внимание, руки на кнопки. Электронный судья не дремлет. Любимцы Муз. Этот художник был также военным инженером. Говорят, что вертолет и парашют тоже придумал он. Ну, великий художник. Военный инженер. Возрождение. Как раз там все. Да. Микеланджело. Микеланджело нет. Не совсем. Хотя Микеланджело тоже баловался фортификацией. Яша, будете отвечать? Нет. А это Леонардо да Винчи. В его набросках можно найти, что поминающее парашют и вертолет. Играем. К этому виду сценического искусства относится «Лебединое озеро». Да. Балет. Блестящий ответ. Балет Чайковского. Да. Если на картине поле и шалаш, то к какому жанру она относится? Да. Пейзаж. Да, или поле и шалаш. Обязательно картина называется пейзаж. Вы правы. Это самый знаменитый художественный музей Петербурга. Прошу. Эрмитаж. Эрмитаж. Великолепно. Из этого материала французский инженер Гюстав Эйфель создал свою знаменитую башню. Но. Любимец муз. Красота ведь неописуемая. Материал. Три. Две. Одна. Сталь. Ну, ответили бы, железо я бы принял. Что же вы такие нерешительные, милые мои. 35-35, счет равный, равная игра. Следующий бой. Итак, внимание. Тема о спорт. Так подозреваю, что Александра отправит девушку на эту тему. Вы правы. Пойдет Наталья. Наташа, готовьтесь. Кто остался на скамейке запасных у Валерии? Пойдет Влад. Хорошо. Влад против Наташи. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот будет интересно, если Наташа выиграет. Итак, внимание. Чикагский марафон проводится в этой стране. Знаменитейший Чикагский марафон. Что же за страна такая? Да. Америка. Нет такой страны. США. Есть у Натальи? Нет. Благородная девушка. Ответила бы США, получила бы пять очков. Нет страны Америка такой. Это часть света такая. Да и то два материка. Северная и южная. Точнее. Это команда действующий чемпион мира по футболу. Фальстарт у вас, Наташа. Ну, ладно. Чемпион мира по футболу. Бразилия. То, Бразилия. Да раскатала она эту Бразилию 7-0. Это Германия. Играем дальше. НХЛ, НХЛ, Лига, объединяет этих спортсменов из США и Канады. Ну, НХЛ, знаменитая. Национальная. Хо. Да. Хоккей. Хоккейная Лига, конечно же. Этот спортинвентарь необходим для прыжков, ну, например, олимпийской чемпионки Елене Исенбаевой. Да. Художественная гимнастика. Инвентарь. Интересно. А Наташа, может, вы ответите? Я даже не знаю, как он называется, но какой-то шест, что-то такое. Шест, вы правы! Это прыжки с шестом. Великолепный ответ. Как его еще по-другому? Шест, он и в Африке шест. В этот волейбол играют на песке даже во время Олимпиады. Фальстарт у вас, Наталья. У Влада есть шанс? Пляжный волейбол. Пляжный волейбол, да, вы правы. 50-40, впереди Октябрьский район. Следующий бой. Итак, последняя тема. Изобретение и изобретатели. Кто наиболее изобретателен? Наиболее изобретателен Николай. Николай, готовьтесь. Лера у вас? Илья. Николай против Ильи, вперед! Итак, внимание, Николай против Ильи. Это делала из кукурузы машина Чарльза Критерса. Попкорница. Попкорн, конечно же. Адольф Сакс создал этот музыкальный инструмент. Фальстарт у вас, фальстарт. Николай, очень строго следит наше электронное суде за этим. Прошу. Саксофон. Саксофон, так его и назвали. Этот аппарат для связи изобрел Александр Белл. Да. Это телефон? Телефон, конечно же. И император этой страны пожаловал чиновнику Шай Луню высокий титул за изобретение бумаги. Страна. Прошу. Китай. Китай, да. Шайн Лун. Это китайский чиновник. И заканчиваем. Этим газом насыщает минеральную воду аппарат, придуманный Биргманом. Гелий. Гелий. Упаси вас Бог попить такой водички. Илья. Углерод. Углерод. Это не газ, начнем с того. Это твердая вещь. Углекислый газ. Теперь вы это знаете. И завершена наша дуэль игра 50-60 в пользу Октябрьского района. Играем. Новая Гута против Волосовичей. Гумельск район против Октябрьского. Герой игроки Александры Репниковой против красавцев и красавец Валерии Тукач. Итак, внимание. Тест игра. Кто готов на наше скоростное централизованное тестирование? Подскажу тема защитники Отечества. Саша. У нас пойдет Наталья. Наташа. Так, хорошо. В спорте она разбирается. Посмотрим, разбирается она в военных вещах. Лера, у вас? Пойдет Анастасия. Итак, Наташа против Анастасии. Вперед! Наташа! Наташа! Итак, внимание. Руки на кнопки. Поехали. Полководец Суворов носил звание. А. Маршал. Б. Фельдмаршал. Ц. Генералиссимус. А. Маршал. Да не носил он такого звания. Может быть, вы, Анастасия? Б. Б. Фельдмаршал. Нет такого звания. Есть звание генерал-фельдмаршал. А вот из всех этих перечисленных носил он звание генералиссимус. Один из немногих в истории русской армии. Играем. Поляки и литвины под Грюнвальдом разгромили. А. Меченосцев. Б. Крестоносцев. Ц. Броненосцев. Да. Б. Б. Крестоносцев, разумеется. Орден крестоносцев. Вы правы. 10 очков заработала. Играем. В феврале 1989 года советские войска были окончательно выведены. А. Из Афганистана. Б. Из Германии. Ц. Из Южной Кореи. И фальстарт. Фальстарт у Анастасии. У Натальи есть шанс. А. Из Афганистана, конечно же, 15 февраля все афганцы празднуют этот вывод войск. Не правильно. Целью крестовых походов в средние века был. А. Багдад. Б. Иерусалим. Ц. Стамбул. Ну. А за те? А? Ц. Ц. Стамбул. Ну раз, ладно, я потом прокомментирую. А может быть шанс у Натальи? Я думаю, Б. Б. Иерусалим, конечно же, они освобождать шли в гроб господень. Мы иногда заходили не туда и зашли в Константинополь, когда он еще не был в Стамбуле. Мы там его немножко пограбили. Но это уже отдельная история. Играем. Орденом славы во время Великой Отечественной войны не награждали. Не награждали. А. Рядовых. Б. Сержантов. Ц. Офицеров. А. А. Рядовых. Наташа? Думаю, Б. Дело в том, что это был солдатский орден. Офицеры его практически не получали за очень маленьким оттенемлем. Это был солдатский героический славный орден. Орден славы. Рядовые сержанты, старшины. Вот это для них. Так что теперь вы это знаете. И случилось чудо. Новая Гуда вышла вперед. 75-60. Защитники Отечества. А. Слайд-игра. Что может быть проще? Картинка, буква. Посмотрел, повернулся к микрофону. Ответил, получил 15 очков. Или 10 на подборе, если ваш соперник ошибся. Ну что ж, Саша, кого вы посылаете картинки смотреть? Мы отправляем Николая. Николай, хорошо. Лера? Я отправляю Илону. Так, Коля против Илоны. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Жать ничего не нужно. Выигрывающая сторона у нас это новая Гута. Ну что ж, защитники вы наши. Начнем с Николая. Первый слайд для него. Прошу вас. Это автомобильный знак. Я не согласен с вами. Даже не комментирую. Может, Илона догадается. Автодорожный знак. Иллюшки, что такое ДТП, простыми словами? Авария. Авария. Все очень просто, все очень логично. Итак, хорошо, Илона, для вас. Играем. Балалайка. Балалайка, конечно. Все просто, проще парень орепы. Николай. Вид спорта? Водный волейбол. Водный волейбол. Не могу принять, хоть убейте. Илона? Нет? Нет, не знаю. Это водное поло. Теперь вы это знаете? Элеватор пола еще. Называют. Играем с вами, Илона. Поехали. Наука. Тишина. География. География. Вот так она символически изображается. Николай, играем с вами. Десерт. Великолепно. Десерт узнали. Прекрасно. Илона. Единорог. Вот такой, да, няшный, мимимишный единорог. Да, очень славный. Спасибо. За такого не зря и 15 очков отдать. Играем. Ну? Жилетка. Да, жилетка. Спасательная причем жилетка. Хорошо, молодец. Илона, играем с вами. Ну, все просто. Это зодиак. Зодиак, конечно, зодиакальный круг. Прекрасно. Николай. Вот, секундочку. Вот нужно назвать, в чем, собственно, она... Ил. Ил, да. Вот так вот рекламируют целебный Ил кое-где. Ну, без девушек никак нельзя рекламировать. Илона. Три. Буква К. Кислород. Кислороду два, конечно же. Сама себе не поверила. Итак, славя, игра. Обычно на этом моменте перепрыгивают команды через сотню. Перепрыгнули 120 в Новый год и 135 у Октябрьского района. Итак, самая сложная, самая рисковая, самая ответственная игра, на которую обычно капитаны отправляют самых выдержанных, самых классных, самых умных и сообразительных игроков. Плюс 20, правильный ответ, минус 20, неправильный риск, игра. Александра, кто это у вас? Пойду я. Хорошо. Скромность всегда украшает. Лера? Тоже я. Капитанский бой, вперед! Итак, великий и могучий. С этим глаголом обычно употребляется фразеологизм во всю Ивановскую. Что делать? Александра? Кричать. Кричать во всю Ивановскую! АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что раньше указы просто выкрикивались на Ивановской площади Кремля под Иваном Великим. Плюс 20 очков. Изобретение. Летчики благодарны конструктору Глебу Котельникову. Ведь это он из веревок и куска шелка изобрел... А что? Да. Парашют. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Причем не просто парашют, а парашют ранцевый, который умещается на пилоте, не стесняя от движения. Блестящее, лера, блестящее. Играем. Любимцы Мус. Эти произведения искусства, в чем-то спорные, обычно создаются с помощью аэрозольных баллончиков. Да. А, граффити. Граффити, правильный ответ, да. О, спорт. Так называется ситуация, когда футболист забивает мяч в ворота. Лера. Гол. Гол! Итак, перед последним вопросом лиц игры. 160 у Новой Гуты, Гомельский район, и 175 у Октябрьского района. Итак, внимание. 20-й век. Советский ас Иван Кожедуб трижды, отвечайте тремя словами, держа, да. Герой Советского Союза. Да. Лера, в пору вам на грудь повесить знак героя Советского Союза. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Рискнула, ведь ничего не теряла, могла бы просто промолчать, у соперника было меньше, а ведь рискнула. И 195-160, я вношу эти цифры в память нашего компьютера. По-моему, вы реальный, очень реальный претендент на финал Октябрьский район. Браво, браво, Лера. АПЛОДИСМЕНТЫ Финал региональной серии «Точно там, Светлогорск». Ну, а дальше я немножко путемню. Посмотрим статистику, полистаем наши компьютерные записи и увидим, кто же потом выйдет в финал. Посмотрим. Посмотрим. И вы посмотрите. Включайте телевизор, ищите нас в программе «Беларусь-4». Эрудит пятерка. И ведь самое главное. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Эрудит пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...